Коммунальщики снимают с веток вещи, которую выбросило из окон. Три квартиры сгорели практически полностью. Возгорание произошло на седьмом этаже, вот в этой самой квартире, где, по словам жителей, проживало несколько иностранных студентов. Посмотрите, здесь практически всё выгорело. Пожар начался ночью, примерно в половине третьего. Очень быстро огонь перекинулся из квартиры, где всё началось, на нижние этажи. Но сначала, рассказывают люди, все услышали взрыв. Настолько сильный, что практически во всём доме повылетали стёкла. Я отчётливо слышал, не только слышал, а чувствовал, кровать просто подпрыгала. И дом ещё в районе 0,7 секунды ходила волна. В квартирах сверху и снизу обрушились межкомнатные перегородки. Заклинило входные двери. Люди были заперты на квартирах наверху. Открыли окна, фонариком осветили. Мы здесь, мы здесь, помогите нам, мы не можем выйти, у нас дверь заблокирована. Татьяна смогла вернуться домой только сегодня днём. Её квартира на шестом этаже тоже сгорела практически полностью. Это был сделан чудесный ремонт в голландском стиле. Стёкла лопнули от жары, потому что пламя спускалось вниз. Видите, вот копоть сверху. То, что обошлось без жертв, можно считать чудом. В квартире, где начался пожар, ночью никого не было. Сейчас здесь работают сотрудники МЧС, выясняют причину возгорания. Следы газового баллона есть? Нет, не видели. В этом доме газовые плиты. И основная версия случившегося – утечка бытового газа. Но что-то должно было стать катализатором. Скопление газа, искра какая-нибудь. А кто ничего чая не включил, или ещё не сделал, когда газ скопился, и всё долбануло. А вас вызвали сейчас чинить, да? Да. Совпадение или нет? Но как раз накануне в подъезде меняли проводку. В доме уже несколько месяцев идёт капитальный ремонт. И люди неоднократно жаловались на качество работ. Подрядчик менялся трижды. Работы вот таким классным образом ведутся. Как мы видим, всюду весят оголённые провода. Протягивали они их так, что оставили без света половину подъезда. Соответственно, где-то ночью жители вызывали нормальных электриков. Где-то минут через 20-30 как раз раздался вот этот самый взрыв. Может быть, те, кто проводили капитальный ремонт, неправильно что-то подключили. Где-то не так скоммутировали, и произошло замыкание. Пока коммунальные службы срочно вставляют вылетевшие стёкла. А вот кто и, главное, за чей счёт будет ремонтировать сгоревшие квартиры – неясно. Их хозяева пока живут у родственников. Ана...